Александр, а дочка сейчас маленькая? Да. Как она себя чувствует? Все, садик ходит у меня. Все нормально с ней. Страх все прошел. Ночью теперь не боится. Ну а как она себя чувствовала после того, как это произошло? Что она рассказывала, что говорила? Боялась. Страх у нее был. Просто боялась. Ребенок боялся всему. Рвалась только на руки. Меня из рук не слазило. Пока мне себя садик отправили. Потом она уже с маленькими садиками. Как будто ребенок несчастовал. Вот я вот ее на ноги поставил. В общем, она потихоньку-потихоньку отошла от этого усилия. И, как говорим, страх салонов по ночам бывает. Нужно боится, но ночью ворочит и вспоминает. А она видела, как все это произошло? Может, увидела, может, не увидела. Я же не знаю. Но она не рассказывает об этом, да? С трех лет не спортишь. А вы в разводе, да? Да, уже разведем. Ну, что вы можете рассказать о своей бывшей жене? Пьяница, гуляма. Любит гулять. Не любит работать. Нигде не хочет работать. Гуляй, детей бросай. Не трогайся. Сейчас она со жителем жила. Мы друзья, ну, видели ее здесь, когда мы жили. Ну, я там жил, в Оржай. Передавали, что она встречалась там. По церквям ходила. Прощила. Ну, прощения его упрощила. Ну, как деньги просила. Ну, я вот это... Когда на работу пришел, мне это слово высказали. Ну, просто от брата, от всех. Сказали, что дочка умерла. Вот я шесть месяцев еле отошел. Вы давно разводите с ней? Разошелся с 14-го года. Разошелся. Развелся с 2016-го. Она с ним сошлась, я не знаю. Ну, вот дочку 30-летнего, когда вы последний раз видели? Она приезжала за документами, что детские пособия сделали. Ну, как отец, ну, что было рабочие документы, которые... Зарпот приезжала за зарплатной бумагой. Наверное, я ей отдал, и в последний раз она рассказала. Ну, папа заберет нас из этой семьи. Я ее забрал. Она что-то рассказывала? Ее там обижали, да? Обижали. Она словами говорила. Жаловалась. Бьет сожителя. Обижает мать. Заставляетесь все. Работала делать по дому. Блять, ребенком сидеть. В школу просыпаться. Ну, так это все. И днем, и ночью. То есть вы часто обижали, да? Да. Заставляли просто. Это все. А сын ваш, Сергей? Это как называется? Я с его рождения его поднимал до 14 лет. Но на паспорте мне его не прописано. Ну, как не прописано. Но я 14 лет его поднимал. Мы разошлись, и сына я поднял. Не знаю, как он. Ну, вы ожидали от него такого? Не ожидал. Это я знаю, что честь мамы заставила маму его. Потому что ребенок у меня был спокойный, общительный. Ну, так. Не ругался никогда, не обижал никого. Из школы, интерната учился. У нас все у него характеристики, где-то все добрые. Не было такого жестокости у него в жизни. Это зависит от, видать, когда я вот первый видел, что мне вот кажется, ну, как бы, по этой видимости. Это она заставила что-то добить. Что не не сидеть, а, ну, как бы, вырваться из ней. Сделать, как в виде горбового. А раньше вы общались с сожителем своей бывшей жены? Вы не разу с ними разговаривали? Два года уже не разговаривали, не хотел больше. Просто рассказал ей, как ты сошлась, она звонила, просила туда сюда. Я ему, это, своей жене сказал, как сошлась, так раскрываю, твоя жизнь. Дочку где похоронили? У меня, наверное, у нас там, в Бежицке похоронили. В Бежицке? Да, под Бежицке похоронил. Ну, а младшая, она вообще знает, что произошло? Как ей объяснили то, что... Я ей сказал, матери нет. Она на больничном, мы же говорим, гадая, просто покажемся, что забыла ее, покажемся, забыла. И ребенка, говорю, Катька улетела. Учиться там далеко, просто, что ребенка не перепугать. Скучает? Ну, она скучает и видит. Увидит картину, у меня фотографии оставшие были, вот она и видит. Некоторые разы видела. Два раза, и ей говорят, Катя, 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 Катя. Я говорю, она в школе, далеко от нас. Сергей, скажите, а вы видели, как все это происходило? Да. Видели, да? А вы пьяные были? Нет, я не помню. Не пьете, да? А как тогда получилось, что вы в этом принимали участие? Не помню. Не помню. Не помните? Вы любили свою сестру? Да. А не помните, почему у вас шок какой-то, или вы действительно пьяные были? Я не помню тоже. Не помню. Здесь нельзя передавать. Здесь передавать нельзя. Это ничего уже решили. Передавать уже нельзя сюда, нет? Ну, какого наказания вы хотите для жены, для ее сожителя? Если наказание, я хотел бы не строго, чтобы ее Бог накарал. Не я, не судья, а Бог накарал. Не хочу, что вот эта жестокость, это ей будет сладкость, если жестокость. Казань не хочу, это ей сладкость. Пускай ее Бог накарает на этом свете.